Я своими глазами видел те рукописи, те материалы, те пергаменты, те карты, которые Николай Викторович получил и которые он очень бережно хранил, понимая, что они имеют свойство испаряться, как испарилась плита профессора Чувырлова, на которой была объемная карта Сибири. Хотя вес этой плиты несколько тонн, но она как-то пропала непонятно куда. Почему? Потому что борьба продолжается, паразитарные силы от людей не собираются сдаваться, одновременное горение всех великих библиотек древности – это тоже не случайный фактор. Мне пришлось в экспедиции ЮНЕСКО в Багдаде, общаясь с Адамом Хусейном, сделать то, что не были уничтожены очень серьезные артефакты и серьезные материалы, которые оставались от древней шумерской ассирийской цивилизации, и которые не устраивали кое-какие силы, которые хотели их выкупить, но выкупить так, чтобы они исчезли навсегда. И тогда удалось это задержать. Но зато потом, когда была агрессия против Ирака, первое, куда были брошены американские спецназовцы – в музеи. В музеи, которые они ограбили страшным образом. Правда, к чести Саддама Хусейна, после того, как с ним была проведена определенная работа, он значительную часть этих сокровищ вернул их обладателям, и они ушли из Ирака и ушли из иракских музеев, и их до сих пор не нашли те, кто очень хотел найти. Потому что они имели не только сакральное значение, но имели и возможность менять определенную реальность, определенным его образом реальность. Я понимаю, что Николай Викторович за очень короткое время своего пребывания в России сумел сделать то, что иногда не делается за тысячелетия. Во всяком случае, к его величайшим заслугам относятся и не только чисто научные открытия, причем в разных сферах, вы все о них знаете, я тоже не буду повторять. Но и то, что вот его книга «Россия в кривых зеркалах», она стала, на мой взгляд, величайшим толчком к переосмыслению не только нашей, но и всей мировой истории.